АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Роман! Здравствуйте! Наш герой уверен, что, попробовав три блюда по классическим рецептам, сможет понять, каких ингредиентов там не хватает. Начинаем испытание для Романа Степаненко. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы взяли три рецепта из знаменитой и известной каждому повару книги о вкусной и здоровой пище. Все блюда многосоставные, но в каждом из них не хватает одного ингредиента. Сейчас Роман попробует эти блюда и скажет, чего там не хватает. Но сначала я приглашаю в студию известного шеф-повара и знатока русской кухни Андрея Шмакова. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Здравствуйте, Роман! Андрей, добрый день! Здравствуйте! Скажите, как вы готовили эти блюда? Совершенно обычным образом, как и полагается? Или вы вносили какие-то изменения в процесс приготовления, кроме того, что вы не добавили какие-то ингредиенты? Как все происходило? Самый простым способом. Открыл книгу и готовил строго по книге. Вам аплодисменты. Спасибо большое. Прошу за стол, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Я так понимаю, это крабовый салат. Точно, крабовый салат. Ну что, попробуем? Простите, в вокале что? Это для храбрости. Это, да. Ну нет, серьезно, что это? Можно понюхать? Серьезно, для храбрости, да? Попробуйте, понюхайте. Нет, нет, это вода, вода, вода. Именно вода, она и нужна для храбрости. Роман, подождите, не было задачи все съесть. Я смотрю, запоминаю, вспоминаю этот самый рецепт. Это старый, старый, такой классический рецепт. Просто вспоминая ингредиенты. Просто вспоминаю ингредиенты, да. Так, Роман, вы готовы? Я думаю, да. Мне кажется, здесь не хватает одного ингредиента. А именно? Очень такого интересного, который, в принципе, в России в данное время используется, к сожалению, редко, и начали его использовать только тогда, когда начали взаново поднимать кулинарное искусство старой русской кухни. Мне кажется, это репа. Здесь не хватает репы, на ваш взгляд? По крайней мере, я это не попробовал. На самом деле, это ингредиент репа. Это правда? Да. Это правильный ответ. Молодец. Кстати, на экране полный рецепт блюда. Репа действительно должна присутствовать в этом рецепте, ее не оказалось. Я даже не представляю себе вкус репы, кстати, не могу сейчас вспомнить. Ну что ж, один из одного. Продолжаем. Это любимое блюдо, наверное, из моего детства, которое готовила мама. Это рыба под маринадом. Рыба, она присутствует, мы это уже видим. Очень сложно разобраться, потому что здесь содержится много кислоты в виде уксуса. И уксус работает так, что он часть рецепторов раскрывает, а часть забивает. Все просто так легко быть не может. Вы знаете, судя по консистенции, по цвету и, наверное, даже по вкусу, мне кажется, здесь не хватает томатного пюре. Томатное пюре – ваш ответ. Андрей, это правильный ответ? Это неправильный ответ, потому что здесь есть томат. Я очень сожалею. А чего не хватало? Здесь не хватает лаврового листа. Мне очень жаль, это был неправильный ответ, Роман. Один в вашем поединке с Андреем и третье блюдо. На самом деле, я даже не представляю себе, как можно распознать вкус лаврового листа в таком ярком вкусе, как маринад. Третье блюдо, Роман. Это десерт. Давайте сделаем так. Так, сначала мы попробуем основу, которая лилась на тесто. Тут есть момент, который очень сложно было бы распознать. Допустим, было ли в тесто добавлено сметана. И давайте остановимся. Пусть будет сметана. Сметана окончает ответ Романа. Андрей, правильный ли это ответ? Нет, это неправильный ответ. Этот ингредиент называется ванилин. 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 Он добавляется в песочное тесто, чтобы придать этому пирогу аромат. Аплодисменты Андрею за блюдо. Аплодисменты Роману за попытки. Спасибо вам огромное. Спасибо.